Ну что, сегодня мы приехали в Сингимуай-Тай. Сейчас пойдем записываться на тренировку. Зайдем, посмотрим, что у них есть в магазине. И посмотрим зал. Потом найди свои. Смотри, у них кубки победителей. Так, ну что, пойдем сначала запишемся на тренировку. Если у вас есть тренировка, то у вас есть тренировка, который вы хотите работать с ним, то вы можете выбрать? Нет, нет. Да, perfect. Просто 2-3 минуты в прошлом, чтобы получить возможность. Да. Может быть сейчас? Да, если вы можете сейчас, то это будет хорошо. Сколько? Это 800 бат. Сколько? Так, профессиональная тренировка здесь стоит 800 бат. Записываемся на завтра, 12 часов дня. Такой гул стоит в зале. Там пашут, тренировки полным ходом. Тут же есть магазин экипировки. Юля уже шорты себе приглядела. Посмотрите какие-то сыросветки. Что, может себе возьмешь шорты? Ты же хотела? Да, обязательно. А что здесь очень мне понравилось, я только что не начала говорить на английском, уже просто по плечке. Здесь англоговорящий сотрудник, то есть не тайт, который знает английский, а именно европейская женщина, которой так шпаришь, просто завидишься. Еще мне очень шорты нравятся вот эти. Я прям не могу. Такие красивые. Может померяем? Няшные. Очень няшные. Эско стоит 1200 бат. Они правда красивые. Не померяем? Бери. 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 Ты нам выйти сможешь? Да. Давай сюда иди. Тут же перчатки подобрать можно. Перчатки на 2х correspondent. смотрите 2 700 умножайте на 2 соответственно если в рублей различные расцветки тут же тренерская экипировка есть сумки футболки опять опять перчатки винты винты по 380 бат так же умножайте на 2 я так панки субболки я себе стила я хотела взять но влезла прекрасно сидят хорошие шуртики поэтому возьмем круто завтра буду в них давай а может мне такие же взять вы кент и байка маке часто накидывает несколько процентов я не понял сколько когда платишь карты банковской поэтому лучше конечно запасайтесь наличкой футболки футболки щитки щитки цену 2 800 бат тринсы классика жанра хорошие щитки так что вот так или какие-то проценты накидывает когда платишь карты сказать сколько 3 процента она очень красивые шорты у них прям коллекция женская молодцы не стандартные вот эти вот полоски надписи да вот цветочками потрудились потрудились ну да потрудились что везде стандарта здесь пицца пыль 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 тут хорошие лапы 2000 бат непонятно одна или пара такие в принципе универсальные для работы с легковесами конечно стяжем стяжем не поработаешь ногами по таким лапам так ну что довольны с покупками идем смотреть сам клуб поднимаемся наверх и что мы здесь видим слева сразу бросаются в глаза мини это не тренажерка мини тренажерка зона функционала здесь можно покрутить велосипед перчатки видимо на аренду он и elevate о черно сделать перед Бойцовская зона наверху, а здесь функциональная зона есть тренажеры гребля жим лежа идет уборка поэтому не будем мешать, ну в общем все вам понятно да я думал есть зона ММА но видимо я что-то не так понял значит ее нет чисто тайский бокс классика жанра приехал в Таиланд, занимайся тайским боксом слушай, ну они разрослись выходит или поменяли просто год назад у них была другая локация мы поэтому думали, что они больше стали но в принципе такие же они и остались по размерам клуба ну мы приехали сегодня уже 12 дня и поэтому тихо как вы видели в первой части видео была такая движуха вот но мы решили приехать под персональные занятия вот Юля будет я за камерами на Юля будет пахать позаниматься наша задача просто ощутить клуб именно так сказать почувствовать ринг подвигаться попробовать так сказать внутри изнутри конечно для полного понимания необходимо посетить и групповые занятия и не одну да недельку позаниматься вот но мы решили пойти немного другим путем в ожидании тренера можно рассмотреть клуб три полноценных ринга просторное такой open space такое пространство для занятий в группе по масштабам вот можете увидеть Юля и ходит вот такая вот маленькая и вот большой клуб куча боксерских мешков что примечательно когда мы с Юлей подъехали когда шла групповая тренировка очень много занималась именно тайцев то есть самих тайчиков они пыхтели били лапы явно готовились к чему-то к боям вот это круто потому что когда вы приезжаете в Таиланд и тренируетесь с европейцами либо с такими же нашими русскоговорящими ребятами но этого можно у нас в России поехать в любой хороший крутой клуб и там тебе будет достаточно партнеров но что мне нравится в Таиланде это интернационал здесь ты можешь поработать с каким-то европейцем ну и конечно же с тайцем поработать с каким-нибудь начинающим таким же как и ты либо уже профессионалом который тебе наваляет вот в любом случае найдется тот кто наваляет непобедимых из самых сильных не бывает вот кто-то в клинче растаскает кто-то с ног напихает кто-то коленом пробьет дыхалочку ну в общем всяко может быть вот и тем самым конечно же здесь нам понравилось что мы увидели практически в каждом ринге там было было несколько прям хороших таких ребят именно тайцев то есть то есть явно клуб работает не только под бизнес да в качестве да собирать деньги с туристов но и так сказать готовит и своих местных бойцов это время без просто двух минут тренировка и тренер только-только подкатил такой на расслабоне но он же вовремя тренер не опаздывает и не задерживается да-да да-да what is your name? Ben Julie Nice to meet you Ben или Bill или Ben Bill Bill как-то так иду за тренировок у нас что же было что же было было Юль одевать щитки да я тоже говорю хороший признак да я все равно скажу что у меня как бы правой ногой не работают кики ну хоть щитки одевают правая нога еще не восстановилась да да можете посмотреть ну что приятное такое шишки приятное приятное такое цвет зомби ноги тайцы часто разогревают грубо говоря как бой с тенью но вместе в паре да то есть по заданию наносить удары ну так интереснее да чем делать просто бой с тенью как разновидность и в данном случае он еще смотрит на уровень уровень ударов на технику чтобы в дальнейшем когда он возьмет уже на лапы понимать как как вести какой ритм задавать и так далее то есть он тоже в этом плане сейчас оценивает технический уровень спортсмена не прошло и 35 минут наконец мне одевали перчаток сказали одевать это можно будет отпраздновать аллилуйя сложно себя контролировать иногда хочется врезать а нельзя же нельзя же врезать без перчаток а сейчас можно будет полупить немножко так что пускай готовятся сейчас будет получать так что ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну что, порадовалась, что он в щитках, очень аккуратно в работе, расстроилась, что было скучно 35 минут работать не на лапах. То есть, по моему мнению, такой разминки хватило бы на минут 15. Ну, 20 от силы. А так круто всё, молодцы. Ещё чем мне не хватало, как персональному клиенту, музычки. Тихо. Под музычку было бы веселее. Тайскую? Да, любую. Ну и то, что офис не работает, я не смогла купить воды. То есть, весь час я проработала без воды. Выкатываешься. Объясни, почему ты выкатываешься? Я выкатываюсь, потому что женщинам не принято переходить через... Как это, господи? Канаты? Через канаты, да. Через канаты у них перепрыгивают, перевязывают только мужчины. Женщины по полу. И входят в ринг, и выходят с него. Как бы часовая тренировка закончилась, я так и не успела попить. А офис только-только открылся, так что имейте в виду. Ну и в час он открывается, да. Он открывается в час дня. Не берите... Или берите с собой воду всегда сами. Или берите персоналки с часу дня. Ну да, или если у вас вопросы какие-то есть, то знаете, что нужно заезжать... После часу. Ну, либо вы там, да, с утра заезжаете, когда идут групповые, либо, соответственно, после часу. Это мы говорим касательно Синби, но я думаю, везде такая система работает. Они все по одному графику работают, клубы плюс-минус.